Они делают всё вместе. В результате обстрела Новобахмутовки Валентина Мамедова стала инвалидом. Пенсионерка не ходит и нуждается в присмотре. С домашней работой ей помогает справиться внучка. Историю продолжат корреспонденты событий. Дверь в кладовую 9-летняя Настя открывает неохотно. Внутри неуютно. Отсюда дорога в подвал. Там довелось провести много ночей. И тут загремело всё, задрожало, свет выключился. Я очень боялась, я вот так вот срешлась. Но ещё больше девочка переживает за бабушку. Спуститься в укрытие Валентине Мамедовой не под силу. Она с трудом передвигается на костылях. Вот тут руха, дыхно, что ж. Вот так мы ходим. Сил не хватает дойти даже в соседнюю комнату. Беспомощный человек и всё. Не хочет с костылями ходить. Два года назад, спасаясь от обстрела, Валентина Ивановна поскользнулась во дворе дома и травмировала шейку бедра. Несколько часов пролежала на морозе. Я не могла подняться, я стала гукать. У меня дома никого, даже ни внучки, никого не было их дома. Я гукала, пока соседка почула, через дорогу так вот соседка. Из-за обстрелов скорая так и не приехала. Добраться в больницу не было средств. Последние сбережения Валентина Мамедова отдала на обучение внучки. В посёлке целый год не работала школа. Мы нанимали, на дому ходила женщина, пропадавала и на дому урока, чтобы не пропустить. Сейчас Настя учится в четвёртом классе. День расписан по часам. Трудиться приходится за двоих. Вот так я и ношу. Каждый день по пять лет в дом. Бабушке помогаю. Мама девочки сутками на работе. Семье необходимы дрова. Их запас уже на исходе. Вот так вот. Не хватает денег и на еду. Сегодня к чаю последняя баночка с клубничным вареньем. Прихода волонтёров гуманитарного штаба Рината Ахметова здесь всегда ждут с нетерпением. Спасибо им, что они просылают. Очень большое спасибо. Помощь очень большая. Настя радуется муке и подсолнечному маслу. На ужин будут любимые пирожки. Рината Ахмета. Я очень благодарю. Очень-очень. Я вот сейчас обращаюсь, если он смотрит эту программу. Я его очень благодарю за то, что он щедрый, добрый и в крутую минуту может помочь детям и взрослым. Особенно инвалидам. Вечера девочка проводит с бабушкой. Вместе они мечтают. Практически все семьи страждают от того, что идёт война. Вот моя мечта, чтобы никто не болел, чтобы бабушке вот этой проблемы не было, чтобы всегда был мир и спокой без войны. Моя помощничка, моя. Оксана Корчма, Евгений Якунин. События. Канал Украина.